Приветствую вас ребята, мне настолько понравилась эта игрушечка, что я как можно скорее решил запилить вторую часть, но я думаю, что у вас сразу же появился вопрос, а какого хрена ты начал новую игру? На самом деле, друзья, всё гениально и просто. Дело в том, что это закрытый альфа-тест, собственно, слово альфа намекает на то, что в игре есть проблемки, с которыми я как раз-таки столкнулся при загрузке моего прошлого сейва. Рабочие просто не захотели ничего добывать, но я вас уверяю, вы не переживайте, мы сейчас быстренько разовьёмся до того, где были и, собственно, двинем дальше. Так, пока мои ребятки бегают, рубят и таскают, я, наверное, вам расскажу, чем мы будем сегодня заниматься, но сперва, наверное, давайте-ка я назначу их на вырубку, да, пускай все этим занимаются, потому что время деньги. Время деньги, денег нет, да. Собственно, во-первых, мы построим сразу же, где эта штука была? Эта штука была вот здесь, наверное, в логистике, да, Боунфайр мы построим. Нам нужно добраться до скал, да, как можно скорее добраться до гор, для того, чтобы мы могли там добыть железо и глину. Для чего это делается? Обратите внимание на вот эту вкладку логистика. У нас здесь есть train station, вы, к сожалению, плохо, наверное, видите эту картинку, но, в общем, она есть, поверьте мне. Помимо всего этого, у нас есть shipping port, это оба, обе штуки очень здоровые, и мне чертовски хочется посмотреть, как это работает. Также у нас здесь есть конвейерные ленты, также у нас есть здесь манипуляторы, прямо как в фактории. Также у нас есть автоматический склад с манипуляторной такой системой, которая будет перетаскивать ресурсы с одного места на другое. Но для того, чтобы до сюда добраться, нам нужен такой ресурс, как machine parts, то есть это какие-то электронные запчасти или шестеренки, хрен, называйте, как хотите. В общем, короче, какие-то механизмы. Поэтому сейчас мы очень-очень хотим добраться, собственно, до нормальных ресурсов. Вот я вижу, здесь справа пошла скала, мы сразу же ее, так сказать, забираем нам, и я отправлю ребят на вырубку вот этого всего безобразия. Мне нужно много места, поверьте мне, нам прям нужно очень много места, поэтому пускай работают. Сейчас вот это все, что мы, так сказать, надобывали, я запихаю в склад. Чем быстрее они расчистят нам дорогу, тем быстрее мы добудем некий стафф, очень-очень интересный, очень нужный. Сразу же еще один баунфайр здесь и вот здесь, чтобы эта скала была под нашим контролем. Я еще вывел справа внизу счетчик кадров в секунду, чтобы вы заценили, насколько стабильно идет игра. Единственное, только есть, конечно, некоторые огрехи, но я думаю, с ними как-нибудь мы разберемся. Так, а сейчас они начнут потихоньку склад заполнять, которого, кстати, может даже и не хватить на весь этот объем, но они достаточно быстро все добывают, поэтому проблем быть не должно. Но, понятное дело, что им сразу же нужно построить колодец, а то они ж пить хотят, поэтому мы им сейчас вот здесь вот колодец оформим. Ну, скажем, вот так. Помимо колодца нам потребуется здесь фермочка, к примеру, такого размера. Будем выращивать, опять же, ягодки, это самое такое нормальное. И здесь я создам еще один склад, скажем, 6 на 3, который будет хранить в себе ягодки и воду. Где вода? Вот вода. Все отлично. Он хранит, здесь показываем относительно склад, и, в принципе, все работает. Осталось только назначить фермеров. Я думаю, что два фермера будет отлично. Вот этот товарищ и вот этот. В самый раз. Ну, видите, как я быстро, собственно, добрался до почти такого же уровня развития, как у нас был в прошлый раз. Единственное, только нам нужно будет построить три домика, чтобы было совсем все хорошо. Ну, а пока пусть они здесь вот это все вычищают. Я им сразу же скажу, вот здесь все забрать. Вот прям вот так вот. Не жалеем обводить, не жалеем. Это все надо убирать. Это нам все потребуется в огромных количествах, скажем так. Даже вот немножко горочку я задел, но ничего страшного. Мы ее скоро сравняем с землей, это я вам точно обещаю. Итак, давайте смотреть. У нас есть трек-билдинг-тул. Мы можем, в принципе, уже сейчас строить железную дорогу. Единственное, только на нее нужно каким-то образом поставлять запчасти. И с этим я еще пока не ковырялся, но я обязательно это посмотрю. Однако, я когда играл после того, как записал первую часть, дабы посмотреть, что там есть у нас еще дальше, я наткнулся на очень интересную штуку. Эта штука называется карьер, которая добывает камни. Ставится это хреновина. Я пока не могу показать на что, к сожалению. Нам нужно раскопать эту гору, да. Но, когда раскопаю, вам понравится, уверяю. Помимо карьера у нас также есть еще ойл-памп. Это штука, которая добывает нефть из вот этих вот хреновинок. Ну, в общем, короче, хочется уже посмотреть, что здесь есть из автоматизации. Тем более, что у нас есть станции, которые могут людей перевозить. В общем, это очень интересно. Хочется уже быстренько с этим делом разобраться. Единственное, только я почему-то смотрю на ферме, никто не работает. Ребята, я же вроде двух фермеров назначил. Наверное, им стоит отключить добычу ресурсов, чтобы они уже пошли заниматься фермерством. А, ну и, конечно же, мне потребуется товарищ, который будет руководить моим колодцем. Да, я думаю, вот этот чувак будет отлично себя чувствовать. Отключая ему добычу, пусть идет добывает нам водичку. А то мы скоро сдохнем. Это я вам точно говорю. После того, как я здесь все вычищу, мы начнем производство дерева. Дерево мы будем производить в промышленных масштабах, потому что только с помощью дерева в этой игре можно накопать, ну, если можно так сказать, уголь. Деревесный уголь нам также потребуется для создания железа. Железных блоков или слитков, кому как больше нравится. В общем, его надо будет переплавлять. Ой, да, сколько же у нас тут дел еще? Единственное, только я боюсь, что если я сохранюсь и загружусь, у меня опять произойдет этот неприлично противный баг. Поэтому я постараюсь за одну серию показать вам, ну, достаточно много. Поэтому уж извиняйте за ее хардометраж, я по-другому не мог. Однако не забывайте, что у меня есть монтаж, поэтому особо каких-то рутинных вещей вы не увидите. Отлично, ферма готова, производство еды начато. Единственное, только я забыл колодцу сказать, что надо выбрасывать в этот собственный склад его продукцию, но это нормально. С едой и с водой у нас теперь проблем нет никаких. Единственное, нам надо три дома построить и посмотрите, сколько ресурсов. Просто обалдеть. Два чувачка уже начали все носить. Молодцы, конечно, но я боюсь, что это займет много времени. Зато мы уже скалу разрабатываем потихоньку, и это хорошо. Главное, что у нас есть ресурсы, все остальное мелочи жизни. Теперь нам обязательно нужно построить вот этот самый Basic Workspace. Только вот единственное, надо вот это место вычистить, потому что я бы хотел его прям к складу построить, чтобы человек, который будет там работать, ну, далеко не таскал ресурсы. Да, потому что, ну, а что их далеко таскать, да? Вот, смотрите, помните, я вам про карьер говорил. Сейчас он уберет. Вот на вот этом камушке ставится как раз-таки карьер. И он сам добывает. Единственное, только к нему надо подключать уже рельсы, подключать какой-то манипулятор, чтобы все это загружать на поезда. В общем, с этим еще делом нам предстоит познакомиться. А пока будем вычищать территорию. Мне нужны обязательно вот эти вот штуковины, Bone Fire, потому что нам надо больше места. Нам все это место нужно захапать. Не потому, что я очень жадный, а просто мне хочется открыть как можно больше карты. Карта здесь достаточно большая, поэтому хотелось бы знать, что там нас ждет дальше. Водичка и еда уже добываются вовсю, поэтому можно особо не переживать на их счет. Ребята, давайте, расковыривайте гору потихонечку. Да можно... Не, пока нельзя. Мы будем потихоньку идти, потому что они и так тут уже поработали на славу. Это все дело надо каким-то образом передвинуть на склад, который, кстати говоря, можно было бы и подвинуть вот так вот. Да, здесь у нас будет чудовищно огромный склад. Зато, смотрите, почти симметрично получилось. Жалко, только ему нельзя приоритет как-то поставить, чтобы они его как можно быстрее наполняли. Но, наверное, заниматься им будут только вот эти три парня, которые у меня копкой занимаются. Да, поэтому сейчас они доделывают вот это и будем потихоньку склад заполнять. А после того, как он заполнится, построим домики. Обязательно. Домики у нас вот здесь. Basic House. Я очищу это место и здесь мы сделаем небольшой такой жилой квартал. Я попробовал построить четыре дома. Каждый дом вмещает в себя два колониста. У нас сейчас, по-моему, их шесть. И, следовательно, домов надо три. Если построить четыре, я очень надеялся, что ко мне кто-нибудь придет. Но нет, ко мне никто не придет. Зато в начале того, как я генерил карту, можно было поставить спаун людей, которые могут присоединиться к лагерю. Мне, наверное, стоило это нажать, но я это не нажал, поэтому будем справляться с силами, которые у нас есть. Вот такая вот история. Начали уже потихоньку заполнять склад. Молодцы, ребятки. Хорошо, на второй скорости это идет, да? Ну, а я, в общем-то, к вам вернусь, когда они более-менее здесь расчистят всю эту поляну. Давайте глянем, как у нас тут продвигается. Более-менее они освободили. Я думаю, как раз на три домика у нас места хватит. Итак, Basic House. Мы их поставим как-то вот так. Они, в принципе, все равно смогут в них заходить, в эти дома. Поэтому можно особо не переживать. Начнем вот здесь от костра. Раз, два, три. Готово. Пусть строят. Также, как я вам и говорил, мы здесь построим тот самый... Где он был? Он был здесь Basic Workspace, чтобы товарищ наш здесь работал. Работал и производил разного типа виндифлюшечки. Виндифлюшечки, которые желательно бы... Ну, ладно, пускай на общий склад пока складывает. Там посмотрим. Давайте глянем, кого можно туда назначить. Это у нас Basic Workplace. Да, назначим вот этого товарища. Он очень хочет, я смотрю. Да, пускай. Пускай будет. Хотелось бы больше людей. Конечно, зря я не построил. Ну, ладно, не поставил возможность наема людишек. Ну, ничего страшного. Мы справимся и такими силами. Единственное, только я думаю, что одного фермера я оставлю. Потому что у меня и так чересчур много этих гребаных ягод. А тот фермер, которого мы сняли, наверное, теперь будет заниматься добычей ресурсов. Да, ему будет полезно. Давайте выкопаем вот этот вот ряд скалы. И пусть они дальше, собственно, уносят ресурсы. О, на этот раз без грозы обошлись. Теперь, как вы видите, рядом с иконкой домиков вот эта вот циферка не красная. Следовательно, людишки могут там жить и спокойненько спать. Да, они сами назначаются в дома. Но при желании можно их оттуда выселить и назначить вручную. Просто отправив их вот так вот в дом. Но мы сейчас этого делать не будем, раз уж они расселились. Господи, сколько здесь воды. Просто жесть. Знаете, честно говоря, честно говоря, мне, наверное, стоит пока фермочку и колодец законсервируем. Потому что они, смотрите, уже забили нахрен склад. Они больше производят, чем едят. Basic Workplace будет производить у нас, смотрите что, wooden board. И мы, наверное, построим еще один рядом с ним, который, собственно, будет работать на камне. Или же пусть один. Давайте, пускай пока один. Все дело будет чередовать, насколько я могу судить. Нам зачем нужны вот эти вот стонблоки? Объясняю. Для того, чтобы с рудой работать, нам потребуется клин. Клин это такая вот интересная хреновина, которая обжаривает глину. Получаются, собственно, эти самые кирпидоны. И она также генерит нам из дерева древесный уголь. Но для ее строительства, как вы уже поняли, наверное, нужны стонблоки. Три штуки. Как только будет произведен первый этот самый стонблок, у нас откроется она для строительства. Вот такая вот история. Вот смотрите, мы сделали вот этот вот борт, который деревянный. И у нас открылись некоторые здания. Давайте посмотрим, что именно. Во-первых, у нас Цепелин Стейшн появилась. Это как раз-таки остановка для дирижаблей. Да, здесь есть дирижабли. Я про это уже говорил в первом видосе. Еще, кстати, забыл сказать, что здесь роботы есть. Да, простите, у Десни здесь есть и роботы. И эти роботы могут как транспортировать объекты, так и добывать их. То есть, по сути, автоматизировать можно абсолютно все. И людишки будут просто жрать еду и ни в чем себе не отказывать. Все остальное будет производиться автоматически. Это ли не чудо, да? Вот такая вот игра мне прям чертовски по душе. Я построю вот эту штуку здесь, Боунфайр. Он прям на складе может строиться? Это классно. Это классно. Но мы не будем так делать, потому что каждая клетка важна. Прям вот важна. Сделался у нас первый кирпидон каменный. Теперь можно построить ту самую клин. Вот такая вот штуковина. Она обжаривает, как я и говорил, глину и делает кирпидоны. Единственное, только для нее, вероятнее всего, лучше построить отдельный склад. Я, наверное, эту штуковину где-то здесь расположу. Рядом с ней поставим вот такой вот, ну, скажем так, немаленький склад. И на складе укажем, что здесь хранятся будут следующие ресурсы. Во-первых, конечно же, Уден Лог. Потому что она... Нет, Уден Лог достаточно близко не будем. Тогда глина. Глина, и что еще может потребоваться? Да пока ничего, в принципе. Все, отправляем подачу глины, собственно. Подачу кирпичей и все, что она сделает в этот склад. И включаем ей создание кирпидонов и угля. Дальше нам, как обычно, нужно назначить сюда человека. Посмотрим, кто у нас любит заниматься подобным беспределом. Вот этот самый клин. И больше всего тащится от этого дела у нас фермер. И вот, собственно, первый человек, который Бертрун. Окей, Бертрун, как скажешь, ты будешь заниматься теперь обработкой дерева. Будешь производить нам древесный уголь и глину. Но, чтобы производить глину, само собой, нам надо вот это дело все выкопать. Для того, чтобы это дело выкопать, мы пока сейчас отключаем, наверное, фермеров. Или просто им подключим вот это и вот это. Да, чтобы они могли тоже добывать ресурсы. Так что начинаем выпиливать потихонечку. Мы более-менее здесь все освободили. В принципе, кстати, на второй скорости они как-то реалистичнее смотрятся даже. Потому что на первой, смотрите, как они долго ходят, да? На второй они более-менее носятся. Также хочу напомнить вам, что у нас есть в логистике еще и дороги. Как каменные, так, собственно, и деревянные. Вот, мудрод. Единственное, только они достаточно дорогие в производстве. Одна клеточка, насколько я понимаю, этой дороги стоит камень. А это много. Прям поверьте мне, реально много. О, да. По поводу... Нет, вот здесь можно тоже будет все это срубать. Это все тоже мы вычищаем. Где с деревом, пока проблем нет, это точно. Да и с камнем тоже, в принципе, проблем никаких нет. Это тоже надо все собирать. Оно нам здесь не нужно. Сейчас эти ребята выкопают нам три ряда скалы. Возможно, там что-нибудь нам попадется. Пока ни хрена нету. Пока я ничего не вижу. Ресурсы, которые полезли, они так смотрятся. Видно их сбоку от этой вот скалы, скажем так. Но пока ни хрена нет. Прям вообще. Я, наверное, даже еще два ряда вам скажу копать. Потому что что-то как-то вообще прям пусто. Пусто-пусто. На главном складе я отключу сейчас вот это дело. Это у нас металлические блоки. Они здесь нам нафиг не нужны. Добытая, собственно, руда железная. Здесь тоже нафиг не нужна. И глину тоже лучше отключить, чтобы они лишний раз не таскали отсюда ресурс. Да, вот у нас глина появилась. Вот видите, раз, два, три. Три месторождения. Каждое месторождение, насколько я понял, дает по два, по две единицы глины. Ну, то есть, либо любого ресурса, который там лежит. Сейчас они будут копать. Смотрите, вот он копает. Посмотрим, сколько он вынесет отсюда. Ну, давай уже, друг, выноси. Вот первый положил. Странно, один попался. То есть, некоторые рандомы у нас получаются. Хорошо, я запомню. Дальше, опять же, ничего нет. Добавляем еще один ряд. В общем, будем эту скалу сравнивать с землей. Вот у нас, в общем, есть раз, два, три, четыре, пять. Пять кусков глины. И я вот, честно говоря, не очень-то помню, сколько она произойдет кирпичей с одного. Ну, мы проверим это дело. Но перед этим надо бы товарищу, который глиной занимается... Не, он ее все отключил. Он должен, в принципе, уже работать. Ты работаешь? Воркшоп? Бизи. Да, он работает. Он, видимо, пошел за деревяхами, да? Дружок-пирожок, ты где? А, вот, деревяки притащил. Сейчас будет древесный уголь делать. Ну, и молодец. Я не против. Вы гляньте, сколько здесь месторождений камней. Просто обалдеть. Я даже не знаю, что с ним сделать потом. Куда столько камней-то можно девать? Жалко, нельзя их превратить в железо или еще в какую-нибудь очень важную хрень для нашего развития. Да, на такой скорости процесс реально идет намного быстрее. Ребята, фермеры, я вас отключил. Но еда что-то все равно не кончается. Может, вы втихаря, что ли, ее делаете? Непонятно. Ну, да ладно. Ну что, еще что-нибудь будет? Я бы хотел вам показать железо. Это так интересно смотрится. Как будто оно светится. По поводу рельс. Смотрите, какая ситуация. Мы можем строить их. Знаете, может быть, кто-то играл в игру Rollercoaster Tycoon. И производство железной дороги здесь примерно такое же, как и там. То есть, допустим, мы ставим одну клетку рельс. Теперь, собственно, нажимаем на трек Building Tool. И вот таким вот образом, нажимая там вперед, поворот. Или, например, нам надо наверх забраться. Здесь, допустим, будет какой-то мост. Потом пойдет, к примеру, спуск. Дальше у нас идет прямая. Потом поворот. Потом опять две прямых. Потом опять поворот. И вот таким вот макаром мы делаем некий круг такой. Который, собственно, замыкается вот здесь. Вот примерно такая вот история. Простите, не туда тыкнул. Вот такая вот история. Вот так примерно строится железная дорога. И я пока с ней еще не поработал. Мне не удалось дойти до этого места. Я только научился ее строить. Посмотрел, как это смотрится. Но подключать все это дело мы будем, понятное дело, чуть позже. Когда у нас появятся уже какие-то интересные штуковины. Да, кстати, по поводу железной дороги. Зря я ее снес, конечно. Придется построить еще раз. Уж извиняйте. Ну, к примеру, вот так, да? Типа построили. Дальше мы можем построить здесь... Я даже не знаю, как это назвать. Может быть, депо правильно будет сказать. Но, в общем, короче, можно паровозик запустить. То есть, если мы тыкнем сюда, построим поезд. И этому поезду, скажем, поехал. Где этот поезд? Поехал. Он поедет. Смотрите, как это прикольно, а? Едет, скотина. Только вот он, по-моему, поворачивать не будет, насколько я помню. Или будешь? Будешь. Да, то есть, это, видимо, все-таки была проблема загрузки сейва. Вот такая вот нехитрая история. Ну, как видите, поезд у нас теперь ездит. Вопрос только, как тебе вагоны построить. Почему ты не спускаешься? Ты боишься? Он, кажется, боится или не умеет спускаться. В общем, приехал, кажется, наш поезд. Ладно, уничтожим его. Это дело тоже надо снести. Возможно, поезда сейчас в этой версии игры плохо работают. Я говорю, я еще пока до них не добрался. Но, как вы видите, они уже есть. И они, собственно, ездят. Дальше уже, надеюсь, будет интереснее. Возможно, нам нужны какие-то автоматизированные производства, которые будут генерить для них вагоны. Скоро разберемся. А пока, обратите внимание, у нас воркшоп уже... Воркшоп. Вот эта вот штука, она создала для нас уже один кирпич. Что как бы намекает, что теперь... О, вот и железо появилось. Обалденно. Берем. Берем вот так вот сразу три ряда, пожалуйста, мне. У нас появился кирпич. И это значит, что можем строить новые производства. Во-первых, у нас появилась теперь SoMill. И эта штука производит wooden борды. Только их. Это у нас лесопилка. Но учитывая, что людей у меня и так немного, я, наверное, ее пока строить не буду. В этом смысла пока никакого нет. Нам нужна вот эта штука. Орс Мелтер. Она будет переплавлять руду. Да, это будет клево. Единственное, только надо ее куда-нибудь прикрутить, так, чтобы было удобненько. Ну, смотрите, у нас тут склад угля. И по идее, есть смысл ее ставить где-то здесь рядом. Я бы хотел ее поставить здесь. Только вот эти штуки надо каким-то образом заставить моих парней убрать. Вот как это сделать? Наверное, только если загрузить их в нашу лодку. Да, только так. И, пожалуйста, максимальную скорость. Меня оформите. Очень хочется. Пока этот парень будет глину там обжаривать, кирпидон, и нам создавать уголь, как раз они уберут вот эти вот булыжники, и спокойненько мы там построим Орс Мелтер. Кстати говоря, про этот смелтер. Также у нас появляется Автоматик Смелтер. Это автоматизированная хреновина. И она выглядит примерно вот таким вот образом. Сюда нужно автоматически поставлять ресурс, и он отсюда будет автоматически вываливаться. Но пока мы до сюда не добрались, нам придется довольствоваться тем, что есть. Ну, так сказать, с низов будем работать, правильно? Прежде чем поезда и вертолеты у нас появятся, будем фигачить кирками и лопатами. Да. Ребята, вы прям разошлись. Вот видите, они с одного блока несколько вот этих камушков железных приносят. Вот видите, он один притащил, но этот блок продолжают ковырять. Значит, там он не один, собственно, был. Это хорошо. Сейчас они этот ряд мне доделают, и пускай перетаскивают вот эти булдегоны. Они очень не нужны здесь сейчас. Прям очень не нужны. А этого парня просто палец в рот не клади, дай какую-нибудь доску сделать. Ну что, ребят, утаскивайте. Вот, один уже потащил. Молодец. Ну что, утаскивайте, ребят, камушки, пожалуйста. Вот, чувак уже древесный уголь решил поделать. Одобряю, молодец. Кстати, Орс Мелтер очень яркая штуковина. Вы сейчас оцените, насколько она яркая. Ну что, все еще никак. Вот мне вот этот ряд сейчас освободят они, и все будет хорошо. Уже притащили один булыжник, да? Давайте, тащите еще два. У нашего корабля есть вместимость 500. Что туда можно загрузить? Одному только разработчику этой игры известно. Но ради интереса я бы попробовал сюда что-то загрузить. Возможно, она тогда уплывет и что-нибудь нам привезет. Например, новых поселенцев. Почему нет? Тем более, что у нас вроде бы как есть теперь... Ну, теперь у нас вообще, в принципе, есть шиппинг-порт, который... Вот сейчас почитаем, что он там говорит. Да, вот тут написано, что он отправляет различные грузы и запрашивает... И запрашивает грузы с других островов. То есть мы можем поставлять грузы другим островам. Да, это звучит прикольно. Возможно, здесь будет какая-то мульти... Ну, не мульти, вселенная, конечно, но... Ну, может, какой-то мультимиры, чтобы можно было с другими островами торговать. Или там колонии строить. В общем, короче, это чертовски интересно. То есть на одной карте, по идее, есть один ресурс, на другой нет. В общем, ладно. Помечтаем потом, когда игра будет ближе к релизу. А пока давайте прикрутим здесь... Ну, кстати, можно train station. Вот такая вот интересная. Она маленькая-маленькая есть. А есть большая, но пока у нас ее нету. Можно стол построить моим ребятам. Они, по-моему, там отдыхают. Я думаю, что вот здесь будет нормально он смотреться, напротив домика. Пусть строят нас дерево просто дофига. Ну и давайте уже, наконец, оформим... Где он? Орс Мелтер. Вот такая вот штука прикольная. Ставим ее здесь. Вот на этом месторождении включаем здесь минет айрон, чтобы они сюда железо притаскивали. И, собственно, айрон-блоки. Чтобы они отсюда доставляли железо вот сюда. Теперь нам, как обычно, нужно назначить человека, который будет заниматься этим безобразием. Я вот думаю, кто у нас тут лучше всего в этом разбирается. Metal Workshop. Это пока рано. Где у меня было Орс Мелтер? Вот он. И кто у вас хочет... Во, вот этот товарищ очень хочет. Это у нас фермер. Бывший, к сожалению. Давай, пускай идет работать. Фермы пока нам не нужны. Скоро мы уже запустим производство дерева. Но пока оно нам не нужно. Пока справляемся и так. Что случилось? Да, я забыл выбрать продукцию. Теперь выбрал. Теперь чувак должен уже начинать работать. Вы куда столько камней, ребят, потащили? На склад, надеюсь. Отсюда можно выгрузить все. Они там не нужны, в принципе. Мы их лучше переработаем. Вот столько вот они добыли мне руды. Это, конечно, очень мало. Но нам хватит на первое время. Давайте дальше вот этот... О, я понял вас. Я понял. Сейчас все сделаем. Логистика и Боунфайр. Пожалуйста, мне сюда поставьте. Потому что нам, если уж это... Подожди. Давайте вот с этой половины начнем, да? Вот так вот. Выкопайте, ребятки. И не забудьте построить мне Боунфайр. Мне он очень нужен. Что у нас тут происходит? Under construction. Они еще не достроили эту штуку. Вот, наконец-то пошло строительство. Или уже нет? Нет, еще идет строительство. Окей. Еще железо нашли. И еще одно месторождение камней. Господи, сколько здесь этих камней. Вы только посмотрите, куда ни плюнь, везде месторождение камней. Вот эта елка мне тут не нужна. Уходи. И вот эту штуку построите, пожалуйста. Я понимаю, что вам далеко таскать. Но потерпите. Скоро у нас появятся роботы. И, возможно, у нас все наладится в нашем мире. Я очень хотел бы в это верить, по крайней мере. Отлично, построили. Теперь можно все остальное добывать. Давайте сразу вот так это сделаем. В четыре ряда. Потащил, чувак, мое железо. Сейчас посмотрим, что из этого выпадет. Мне очень нравится, как это все отрисовано. Очень уютно смотрится все это освещение. Он взял уголь, взял железо. И сейчас у нас произойдется первый айрон-блок. И слева вверху мы увидим... Справа, простите, вверху мы увидим, сколько зданий у нас откроется. Вуаля, металл-воркшоп. Берем. Металл-воркшоп нам очень нужен, потому что именно он производит механические запчасти, которые нужны для автоматизации. Вот такая, блин, нехитрая штуковина. Построим его прямо посередине. Это будет прикольно смотреться. Типа, как так и должно быть. Теперь металл-воркшоп будет скидывать детальки вот сюда. Производить ты сразу будешь машин-парц. Хотя можно, кстати, организовать и железный молоток, и кирку, и лопату, и даже меч. Но, учитывая, что нам пока не с кем здесь рубиться, я думаю, что первым делом... Ну, есть ли смысл это делать? Ну, давайте не будем. Давайте машин-парц. Они и так, в принципе, копают достаточно быстро, поэтому без проблем. Склад назначен. Осталось назначить работника. Посмотрим, кто у нас любит развлекаться в металл-воркшопе. А вот этот товарищ, который сидит на клине. Блин, это плохо. Вот еще один есть человек. Давай тебя. Ты больше ничем особо и не занимаешься. И не будешь, собственно, это делать. Так что будь добр, создай нам несколько машин-парц. Это будет клево. И мы, собственно, с вами откроем уже вот эти вот все классные здания. И Куэри, и Оилл Памп, и Робот Воркшоп. В общем, будет клево. А нет, у Робот Воркшопа, простите, накосячил. Он откроется только после Оилл Памп. Да. Вот, блин, нехитро такой алгоритм сумасшедший. Но, учитывая, что угля здесь дофига, я, наверное, скажу ей делать пока только кирпичи. Единственное только, я не пойму, где у нас вся глина. По-моему, глина кончилась, да? По-моему, она реально кончилась. Сейчас ни одного кирпича нет. Зато у нас есть, по-моему, первая запчасть, да? На нее положили... Вы чего на нее металл положили, засранцы? Ну, ладно, хотите так, пусть так. У нас железа здесь просто дофига. Вот где глину взять? Вот прям с глиной реальные проблемы. Глины мало. Вот прям мало-мало. А кирпичи нужны практически в каждом производстве. Вот такая вот нехитрая беда. Кстати, у меня, по-моему, товарищ, который руководит... Да, я тебя отключу пока. Ты, пожалуйста, это... Перестань генерировать нам воду. У нас ее и так дохрена. Знаешь, чем ты займешься сейчас? Ты не поверишь, друг мой. Ты займешься пока фермерством. Потому что у тебя херовый скилл по этому делу. Возможно, ты как-нибудь себе его улучшишь. Да и собирать эти ягодки, по-моему, уже давно пора. Ну, этот чувак все еще развлекается с деревяхами и с булыжниками. Молодец. Я одобряю. Что, как у вас дела? Еще один айронблок на подходе. Ребята перетаскивают потихоньку ресурсы. И можно, в принципе, им говорить, копайте дальше. Копайте и никогда не останавливайтесь. Нам нужна глина. Глины нужно просто дофига. И, наверное, нам надо бы немножечко развиться подальше. Боунфайр, мне будьте добры, вот сюда и вот сюда. И давайте посмотрим, что у нас открылось. У нас открылось, в принципе, все. У нас есть подъемник. Это конвейерная система, которая идет как бы навесом. То есть подвесная, да. У нас есть обычная конвейерная система. Вот конвейер белт, пожалуйста. И у нас есть, внимание, самое интересное, это вот депот 5х5. И это как раз-таки та самая автоматическая штука, в которой будет наши ресурсы либо поставлять куда-то, либо привозить их сюда. Ну, давайте, допустим, куда-нибудь ее прикрутим. К примеру, вот сюда. Ставим ее здесь. Пока не подключена. Ну, у нас там еще нужны кирпичи для ее создания. И это, по сути, автоматический склад, в который мы сможем складывать запчасти. Это будет весело. Потом, нет, давайте-ка я ее сейчас пока отменю. Нам она здесь, в принципе, пока, наверное, не нужна. Когда вот мы уже туда куда-нибудь вглубь углубимся, тогда уже можно будет развлекаться. Боунфайр мне, пожалуйста, здесь сделайте. Наверное, даже... Нет, здесь еще рано пока строить. Нам сейчас надо как можно больше территорий освоить и глины накопать. А с глиной, я смотрю, вообще серьезные проблемы. Одно железо только попадается. Зато с железом проблем никаких нету, да? Ты, друг мой, запчасти-то делаешь? Вот у нас раз запчасть, два запчасть. И три запчасть вместе с железякой лежит. Ну, ничего страшного, это нормально. Сейчас загорится. Вот это я понимаю свет. С далеких нахрен планет. И запчасти сразу начал делать. Молодцы, ребята, молодцы. Кстати, Train Station, помните, я вам говорил? Смотрите, какая она здоровенная. Просто обалдеть. У нее есть типа вход и типа выход. То есть как бы перрон, вся фигня. Двойная эта. На два пути рассчитана эта штука. В общем, короче, нужно всю карту расчищать и, собственно, развлекаться с этой штукой. Потому что, ну, это, понятное дело, альфа-версия с кучей недостатков и недоделок. Я думаю, что разработчики уже, в принципе, скелет игры сделали, но нам не показывают, потому что нужно все оттестить, отбалансить и так далее. А там-то что? Блин, мне интересно. Я хочу посмотреть, что доходится дальше. Можно мне, пожалуйста, Bonefire здесь построить? Я хочу посмотреть, что там. Что там, что там. Ребята, вы что-то не пилите мою скалу. Вы не могли бы, пожалуйста. Обратите внимание, что у черепашки есть как физические потребности и дома, и, собственно, спать она хочет, и общаться с другими черепашками. Но, к сожалению, других черепашек здесь нет, поэтому я боюсь, что тебе, моя подружка-ниндзя, придется одной жить. Ну что, глина не попадается. Смотрите, вот один только блок глины попался. Ну, хоть что-то, да? Потому что кирпичей у нас вообще нет. У нас вот одно железо и металлические вот эти механизмы появились. Давайте ради прикола, чисто поржать, посмотрим, что такое, что такое куэри. Куэри, как я вам и говорил, это карьер. Карьер ставится вот на вот эти вот штуковины. И мне даже интересно, как он будет все это дело выгружать. Просто дико интересно. Ну, давайте построим его, ну, скажем, здесь. Карьер, будь добр, активируйся. Таким же образом мы можем построить ойл-паб, который будет производить нам бочечки. Бочечки очень полезные и эффективные. Эффективные. Вот таким образом мы ее ставим. Пусть ребятки производят ее. Что еще мы можем построить сейчас? Робот-воркшоп. Нам очень хочется, но пока колется, потому что нету ойл-вэл. Ойл-вэл. Ну, вот этой штуки, которая еще не построилась. Давайте я организую склад для того, чтобы туда переносили бочки с нефтью. Ну, или с маслом, кому как больше нравится. Допустим, этот склад у нас будет вот здесь. Ну, к примеру, просто. Так что ты доставляй сюда. Будь добра. Ты не можешь так доставлять, да? А, у нее нет деревяхи, потому что... Ее еще не построили, у нее деревяхи нет. Вот видите, она очень хочет деревяху, а деревяхи нет. Вот этот вот товарищ... Ты куда деревяху понес? Э? Чувак, ты куда? Зачем ты ее потащил? Ты ее куда несешь? Тебе она здесь... А, я понял. Наши, собственно, механические запчасти производятся из деревяхи и железа. Ну, окей. Не проблема. Поэтому с вуденбордами у нас проблема. Так что отключаем здесь соунблоки, пусть производят только эти самые борды. Как раз таки для этого нам и нужна вот эта вот... Ох, господи, какая огромная лесопилка. Офигеть. У нее есть как, видимо, конвейерный выход, так выход... Ого. Ну, да. Разработчики потрудились на славу. Ну, я, понятное дело, вам все это показывать, наверное, не буду. Все, что есть в альфа-версии, по крайней мере, в этом ролике, да? Если вы понимаете, о чем я. Если вас, вы заинтересуетесь, обязательно покажу следующих. Но я не заканчиваю. Не думайте, что это прощалка. Мы еще не закончили. Я же говорил, что ролик будет, твою мать, длинный. Так что уж извиняйте, терпите. Я просто боюсь, что закосячится чертов сейв. Постройте, пожалуйста, эту штуку. Будьте добры. Ты досочку сделаешь мне? Кто-нибудь сделает досочку? Где мой товарищ, который в этом воркплейсе работает? Сейчас я его найду, этого гада. Который нифига ей не работает, оказывается. Вот он. Нет, это не тот. Это клин. Вот, basic workplace. У тебя все отключено, ты не работаешь. Ты где? Констракшн. А, возможно, он сейчас строит, кстати. Отключим его констракшн, тогда точно будет работать. Потому что у нас идут как минимум две стройки. Эту штуку построили? Нет, еще не построили. Вон он досочки принес, дощечки точнее. Будь любезен, иди и сделай все. Сделай все красиво. Нам очень нужны эти гребаные деревяхи. Все сейчас достроится в помпа. Смотрите, как она интересно работает. Она сама работает, то есть без участия абсолютно человека. Вот у нее, пожалуйста, бочка с нефтью 22%. Ну или с маслом, без разницы. Наверное, нефть все-таки это, скорее всего, да. Вот, и таким образом она сейчас будет поставлять вот на этот конвейер нефть. И здесь, в принципе, мы можем этот конвейер продлевать. То есть вот как-то так, наверное, да, это будет работать. Наверное, да, все-таки. Но с нее, по идее, надо снимать еще. Поэтому я сейчас это дело отменю пока. Да, потому что это еще надо посмотреть и проверить. Как я вам и говорил, доставать из производств, из автоматических у нас будет специальный манипулятор. Этот манипулятор называется инсертер. И вот мы его, собственно, сейчас попробуем построить. Допустим, один инсертер у меня будет вот здесь. Он будет выкладывать, собственно, все, что найдет. И передавать это... Я даже не знаю. Вот либо конвейер попробуем построить вот такой вот сюда, потом сюда, потом сюда. Он же соединится, правильно? Потому что если он не соединится, это будет очень тупо, как по мне. И, походу, придется его проводить-то вот здесь. Да? Да. Ну, попробуем, попробуем. Допустим, куда-то вот сюда он идет. Вот как-то так. С Query мы тоже выведем конвейерную систему. Что-то они уже туда положили. Вы, ребята... А, они еще его строят, точно. Каждый конвейер требует что-то для себя. Поэтому пусть строят потихоньку. Мне интересно, как это будет работать. А с этого я тоже хочу провести конвейер и попробовать организовать этот самый автоматический склад. Допустим, он будет стоять здесь. Чисто, допустим. Пусть стоит и строится потихоньку. У нас, кстати, кирпидоны-то делаются. Ни хрена не делают. Смотри, у нас нету чертового... Вон оно. Берем. Нам нужны кирпичи. Как я вам и говорил, у нас еще есть конвейер подъемный. То есть подвесной. Но я так понимаю, что ему еще станция нужна. Вот есть станция, есть конвейер. Господи ты, боже мой. Понимаете? Конвейер рейл. Для того, чтобы транспортировать... Ага. Я понял. Эта штука транспортирует не людей, а грузы. То есть, по идее, можно чисто теоретически поставить здесь эту станцию, да? Я просто сейчас проверяю, ребята. Не факт, что у меня все получится. И мы ставим, допустим, здесь конвейерную систему из вот этих вот... О, как интересно. Ну, к примеру, вот сюда. Вот сюда. А здесь мы строим еще одну станцию, потому что она должна, по идее, как-то выгружать все это дело. Я не нажал на нее. Простите. Вот здесь будет эта станция. И мы сейчас проверим, как это работает. Между ними чисто в теории нужен инсертер, который будет перекладывать с конвейера... ...на вот этот подъемник. И у нас уже поехали первые бочки. Смотрите, немножечко есть какая-то визуальная проблема с конвейерной системой. Но вроде бы идут. А, вот здесь косяк. Да. Я согласен. Это мой косяк. Это я сейчас исправлю. Где он конвейер-белт? Здесь нужно было другой конвейер. Здесь они, видите, с физикой вся фигня. Как правильно работают конвейеры. Они должны выкладывать, а дальше уже их подхватывает следующая лента. Я понял, как это работает. Окей. Конвейер-белт мне. Будьте добры, вот так вот. Не получилось. Не получилось вообще. Ну-ка, давайте склад. Ты готов? Ты еще, по-моему, не готов. Да. Нету кирпидонов. Кирпидоны добыли. Кирпидоны еще не добыли. Будьте добры, добудьте мне кирпичи. Мне сейчас нужно эту конвейерную систему доделать. Каким-то чудесным образом. Конвейер-белт. Я не могу поставить, потому что там есть вот это вот чертово ойл-баррел, которую, кстати, утащили. Ура-ура. Вот теперь можно. Теперь, по идее, все должно сработать. Это будет чудовищно классно, если оно реально сработает. А возможно, надо сюда подгонять, под станцию. И заметьте, везде нужны чертовы кирпичи. Господи боже, где их взять-то? Вот я бы тоже не отказался от кирпичей. Так нету. Нету их, блин. Доски потащили. Вы, ребята, его еще не достроили, что ли? О, достроили. У нас заработал карьер, который будет теперь создавать камни. Да, это прикольно. Это прикольно. Ну-ка, посмотрим, как он бочки выгружает. Чисто мне очень интересно. 53 процента. Сейчас дождемся сотни и на первой скорости оценим. 70. Она вообще там бесконечная, походу. Ну, вообще, в будущем, по идее, вот эти месторождения будут кончаться, потому что их несколько, правильно? Чисто логически. Вот так он переставляет на конвейер и поехало. Понял. Это интересно. Вы не достроили ее, что ли? Вы, ребята, чего стоите-то? Скорее всего, здесь какой-то баг произошел, потому что она не прицепилась вот к этой конвейерной. Ну, прицепись, что ты, вот тебе жалко, что ли? Ты серьезно хочешь, чтобы я просто все вот так вот снес? Или тебя заново построил? Ну, что за фигня? Ну, ладно, подождем. Подождем. Твою мэму. Камни-то куда приходят? А, вот в эту вот, собственно, нишу приходят камни, и ребятки их спокойненько утаскивают. Я так понимаю, что он пока бесконечный, и так же, как и нефтяное месторождение, но мы уже, по крайней мере, видели, как работают конвейеры. Это уже хорошо. Но, заметьте, с конвейеров, ребятки мои, не снимают объекты. То есть, объект из конвейера должен убирать механизм. Все разобрали? Красавцы. Хорошо, хотя бы остаются запчасти. Итак, конвейер, бэлт. Что-то, что-то я, по-моему, наврал. Не, вот так, все нормально. И вот до сюда. Да, господи боже, ну что за фигня? Уберите вот это. Спасибо. Прямо чувствует. Вот я люблю таких поселенцев, которые меня слышат. Создаем здесь конвейер. Теперь он уже должен быть нормальный. Потому что, я так понял, по квадратику нельзя его создавать. Его надо прямо сразу лентой делать. Надо будет запомнить. Это, скорее всего, не фича, а проблема. То есть, по идее, так не должно быть. Вы, ребята, это дело не достроили пока, да? Да, нету кирпидонов. Вон какой-то кирпич потащили, хрен знает куда. Вы, ребята, что там? Как делаете-то? Есть еще глина. Глина появилась. И дальше опять глина. Это хорошо. Значит, у нас будут кирпичи. Значит, у нас будет конвейерная система. Ура-ура. Ну, что, как там? Смотрите, сама лента. Она почему-то не натянулась. Видимо, что надо, чтобы все достроили. Полностью, да? Скажите, что да. Пожалуйста, только не забагуй. Я тебя прошу. Мне очень хочется проверить все. По-моему, он глюканул. Потому что не доставляется. Вот это крутится, а все остальные не крутятся. Ребят, ну, сделайте что-нибудь. Че вы, как я не знаю. Единственное, что я могу предложить. Это снести это. Снести это. И переделать кое-что. Мы делаем инсертер вот так. Да, вот так, например. Я не знаю, он сможет подцепить, не сможет. Я не могу сказать точно, ребят. Поэтому все делаю на свой страх и риск. Я говорю, что я первый раз не успел просто до сюда добраться. Но, по крайней мере, мы конвейерную систему видали. Еще бы, конечно, рельсы посмотреть. Но я думаю, что мы это увидим еще. Не последний день. Так, теперь, смотрите, я ставлю сюда еще один инсертер. Ждем, пока они уберут этот безобразие отсюда. И делаем конвейерную еще одну ленту. Потому что это, походу, глюкануло. Да, и будьте добры, вот эту штуку достро... Почему столбики какие-то странные появились? Это странно. Это странно. Ладно, подождем. Я никуда не тороплюсь пока что. И глину они добывают. Надо, наверное, сохраниться на всякий случай, чтобы ничего не вылетело. Вот гейм-один у меня была, та, которая не работает. Теперь это будет новая гейм-один. Ждем, пока они все достроят. Что делать-то? Да, он спокойно все перекладывает. Молодец. И ждет, собственно. Да, это проблема. А можно тебя отключить? Инсертер. Ну-ка, отключись пока. Просто на время, да? Пока я не построю здесь новую конвейерную систему. Давай, убирай. Вот это он еще сейчас поставит. И больше пока ничего трогать не будет. Моя задача сделать конвейерную ленту, чтобы вот досюда ее дотянуть. А здесь опять манипулятор что-то заберет. Или не заберет? Она заберет все-таки. Да, он заберет, но не знаю, на станции положит или нет. Создаем здесь конвейер. Ну, скажем, вот досюда. Здесь мы идем вот так. А здесь мы идем вот так. Тогда, по идее, все должно работать. Я очень на это надеюсь. Если не будет работать, значит не судьба, ребят. Значит, нужно ждать новых обновлений. Но я вам точно скажу, что эту игру я как минимум 100% куплю, когда она выйдет. Ну, а пока буду следить за последними бета-обновлениями. Да, и вот этот вот навесной конвейер, он очень долго строится. Просто чудовищно. Я не знаю, сколько надо ресурсов в этой игре. Но этой горы, мне кажется, ни хрена не хватит. Вот что-то мне так подсказывает. Давайте-ка я пока здесь все отменю. Отменю, я сказал. Пожалуйста, спасибо. И мы будем наблюдать за строительством конвейерной сети, которая, по идее, должна работать. Вот они уже две построили. Но они как-то не соединяются. Я вот не очень понимаю, в чем проблема. Вот здесь все заработало. Вот тут что-то как-то пока не работает. Вроде бы вот тут соединяются. Сейчас посмотрим, короче. Очень интересно, знаете ли. Кирпича опять не хватает. Да что ж ты будешь делать? Вот кирпич, ребят. Возьмите кирпич, притащите его вот сюда. Но я думаю, что мы навесной не сможем пройти, потому что на каждую вот эту штуку, на каждую нужен кирпич. Прям вот да. Конвейер рейл. Но я так понимаю, что надо со станции маршрут указать до следующей станции. Иначе это не будет работать правильно. Ну что, вы все достроили или еще нет? А максимальная скорость строительства, пожалуйста. Максимальная, ребята. Что еще не достроено? Это достроено, это достроено, это вроде бы достроено, это тоже достроено. Но почему-то сама лента там не нацепилась. Скорее всего, это какой-то глюк. Все-таки я думаю, что это реально глюк. Но я немножечко подожду. Возможно, нужно чуть-чуть подождать. Чуть-чуть просто. Но вероятнее всего глюк, да. Потому что до этого все работало же, да? Вы же видели. Включаем. И оно вроде бы работает. О, поехало, поехало, ребята. Оно поехало. Подожди-ка, стой, ничего не делай. Вон, констракшн прогресс. Так, ладно, мы идем дальше. А вот это все остановилось. Вы серьезно нахрен? Да, беда. Ребята, к сожалению, не судьба. Но вот эти четыре штуки хотелось бы как-то отправить. Вот эту штуку сейчас достроят. Ей уже притащили, че? Ей уже притащили доски. И сейчас, видимо, за кирпичиком этот чувак сходит. И у нас будет эта хреновинка, надеюсь, работать. Очень надеюсь. За кирпичом сходить, друг. Ей нужен кирпич был, я тебе точно говорю. Очень нужен кирпич. Очень. Во, наконец-то пошло строительство. Давай, друг, давай. Ты справишься. Ты справился? Это все? Присоедините эту станцию к другой станции, чтобы сделать соединение. Ну вот, прицепил я ее. Да? Только вот, по-моему, она тоже глюканула, потому что у нее должен быть канат или еще какая-нибудь срань. В общем, включаем первую скорость и активируем манипулятор. Смотрим, что это будет. Ясно. Ну, собственно, я пытался. Видимо, нужна какая-то хреновина, которая подкидывает ей. По всей видимости, ей нужно как-то по-другому объекты доставлять. Да и она, видите, как-то выглядит не закончена. Ну что, друзья, думаю, на этом можно второй ролик по этой. Хочется верить замечательной игре закончить. Да, проблем сейчас очень много, и вы их видите. Но я надеюсь, к релизу, а релиз, к слову, состоится летом 2019 года, все поправят. Или большинство. Третий ролик делать смысла я никакого не вижу, даже при том, что не удалось показать вам цепелины в этой игре. Но, поверьте, ради них писать еще 50 минут идея так себе. В любом случае, я для себя Кубифакторию отметил. Буду следить за новостями, обновлениями и всевозможными способами помогать разработке тоже буду. Как минимум, указывать на баги и, возможно, что-нибудь там предлагать. Ну и если будет чего показать, ждите, я обязательно это сделаю. Спасибо за внимание, у микрофона был Римпак, и услышимся уже в других видосиках. Это Римпаку будем по кусочке.